Наконец-то мы доехали до Беляуса. Давай, давай, тащи. Многокилометровый пляж. Если там есть турбаза, и там все-таки есть поселок курортный, то в эту сторону только море. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, пришла очередь на любимом Беляусе рассказать вам, как мы оказались в Крыму. Была у нас у сына квартира в Болгарии, мы там отдыхали с веноками все лето. Не один год, все было замечательно. Потом получилось так, что они развелись, и квартира эта досталась невестке. И вот в последний год, в 2014 году, мы отдыхаем там с мальчишками и с младшей дочерью. Ну и понимаем, что мы последний раз в этой квартире, а старшая дочка решила поехать отдохнуть в Крым. Ни разу не были мы в Крыму, и мыслей не возникало ехать в Крым. Вдруг она мне пишет в ВКонтакте, мама, я купила дом на Фиоленте, в Севастополе. Я просто обалдела. Вот мы вернулись из Болгарии. Алинка собралась переезжать. Ну и я поехала. И из любопытства, да и ее одну я не могла туда отпустить. Ехали мы на двух машинах, с нами еще переезжал Миша, друг наш. Дима Маслов поехал с нами водителем. А дочка к тому времени купила машину, но права сдала, а ездить-то не ездила. А вы сами знаете, что такое водитель без опыта совсем. И была у нас собака английский бульдог. Любимый наш буч многострадальный. Пес он был молодой, ему 5 лет не было, но он был очень больной. Но так как оставлять его в Мурманске некому было. Мы его с собой, конечно, взяли. Но были опасения такие, что он может не доехать. Что и случилось. Мы даже до Москвы не успели доехать. В Клино он у нас умер. Пес был такой больной, я ему сама капельницы ставила. Ну, в общем, не судьба была ему. Ревели, ужас был какой-то. Даже ехать никуда не хотелось дальше. Ну, ладно. Все-таки ехать-то надо. Поехали. В общем, очень была у нас такая трагическая. Прям для нас была дорога. Я уже, собственно говоря, дальше. Как-то и помню, то плохо, как мы доехали. Только что единственное, я снимала на камеру. Так вот потом посмотрела, как-то более-менее дошло. Ну, доехали до переправы. Ночью под утро на пароме доехали до Керчи туда. Ну, и потом добрались до Фиолента. Это, кто не знает, это буквально 5 километров от Севастополя. Очень красивое место просто. Ну, только восхищаться можно. Вот. Ну, и потом начались проблемы. Во-первых, я думала, что... Ну, я вообще была на нашем российском Черном море в последний раз еще до рождения дочери старшей. То есть, вот, 41 год назад. А так, на всяких курортах мне даже в голову не приходило. Я думала, что здесь, ну, хотя бы как в Болгарии. Так что прожили мы и без света полтора года практически. Вот. На Фиоленте очень плохо с водой. На скале высоко он находится. Там пробурить скважину стоит бешеных денег. Да еще и не везде можно. Ну, вот. А у нас по участку проходила труба. Но она... Эта труба относилась к воинской части. И, как оказалось, российская армия не может продавать населению воду. Поэтому нам воду отрубили просто. И вот мы целое лето промучились без воды. При такой жаре надо поливать, чтобы что-то выросло. Ну, вообще, в общем, кошмар. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Вот. И вот начали мы искать другое место себе для проживания. Ездили, ездили. И в Евпатории. Ну, и в Севастополь, и в Евпаторию по объявлениям. Нам хотелось либо дом большой с двумя входами. Ну, потому что все-таки мы две взрослые женщины. Хочется как-то свое... Ну, или два дома небольших мы искали. И в результате мы доехали до Черноморского. Вот. Зашли на наш участок после этой выжженной степи. Там, конечно, зелень, два дома. Ну, эти два дома были исключительно летний вариант. В них не было ни канализации. Свет плохой. Ну, понятно, никакого отопления. но мы две обезбашенные девушки все-таки купили эти два дома. целый год у нас был ремонт. Все новое. Все практически с нуля. Одни стены только. Да и то, где мы их там, где надо было, порушили. Сколько нервов с этой стройкой. Ой, как вспомнишь. Ну, ладно, вот все сделали. Вроде бы жить да радоваться. А тут у дочки пошло ухудшение со здоровьем. Ну, прям и хуже, и хуже. Да и я не молодею, старею. А тут мы одни совсем. Раньше мы на машине катались по Крыму. Теперь я-то еще вот дурная. Когда-то молодость училась направо. Была маленькая дочка. Карточки сдала прям с первого раза о вождении. Ну, плохо у меня шло. Я не пошла его сдавать. Думаю, потом доучусь. И сдам. Так и не сдала. В общем, все сложнее и сложнее стало. Не, мы не сдаемся у нас. Мы уверены, что наладится все. Но отсюда нам надо уезжать. Так что, мои дорогие, такая грустная история. Если вы собираетесь переезжать, продумайте все до последнего. как у вас дела со здоровьем. И где вам надо жить, если вы жили всю жизнь в большом городе и собираетесь переехать за город в дом. Еще раз подумайте. Обещала я рассказать. вот рассказала. Обожаю Ябеляус. Я тут могу часами сидеть и смотреть на море. Мы сюда и зимой с Алинкой приезжали раньше. За что море люблю, оно каждый день разное. Сегодня солнышко в дымке и оно такое светлое. Такое тихое. Ну ладно. Все будет хорошо. Каждый из нас это частный случай музыки и помех. Так что слушай, садись и слушай Божий ритмичный смех. Ты лишь герц его, сот, ячейка, то, на что звук разбит. Он таинственный голос чей-то, мерный упрямый вид. Он внутри у тебя стучится, тут под воротничком, тут под горлом из-под ключицы, если лежать ничком. Стоит капельку подучиться, станешь проводником, будешь кабель его, антенна, сеть, радиоволна, чтоб земля была ночна, денно, смехом его полна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы трансляторы, чем мы чище, тем слышнее господин смех. Мы оттенок его, подробность, блик на красном и золотом. Будем чистыми, он погром нас не оставит. Слушай, слушай, как он смеется, над собой смеется сам. смеется, что он может поменять и ну, давай. Раз, два, три! Девушка обиделась Что ты обиделась? Видишь, тут показывает Музыка Пока-пока Пока-пока Продолжение следует...